Здравствуйте! Мы продолжаем с вами обсуждение фундаментальных проблем, которые входят в курс теоретической грамматики современного английского языка. В прошлой телевизионной лекции мы в основном говорили о том, что язык представляет из себя систему структурного образования. От этого мы начали отталкиваться в обсуждении предмета, методов и терминологии курса теоретической грамматики. Сегодня нам предстоит выяснить, что же скрывается за понятием системы. За понятием системы именно в приложении к лингвистическим, теоретическим, грамматическим исследованиям. Дело в том, что понятие системы и понятие системности подготовлено многовековым развитием научной мысли в самых разных областях знания и не только в лингвистике. А вот в методологическом аппарате современных теоретических дисциплин это понятие преломляется в качестве важнейшего общего принципа подхода к исследуемому материалу. И, пожалуй, ни в одной другой гуманитарной науке это понятие, понятие системы, системности, не получило столь широкого применения, как в науке о языке. Понятие системы основано на соотнесении в едином представлении четырех взаимосвязанных концептов коррелиатов, а именно совокупности элемента, структуры и функции. Вот из этих перечисленных понятий первое, то есть совокупность является родовым, а три другие, то есть элемент, структура и функция, взятые совместно, раскрывают существенную видовую характеристику определяемого. Если дать общую характеристику тому, о чем мы будем сегодня говорить, то есть системы, то рабочее понимание этого сейчас представлено на слайде. Под системой можно понимать структурированную, то есть имеющую определенную структуру, совокупность элементов, которые объединены некоторой общей функцией. А под функцией при этом понимается в общем смысле производство действия по назначению посредника, либо орудия действия. А под элементом некоторый включенный объект, выделяемый в качестве функциональной составной части, включающего объекты, системы. А под структурой строение сложного объекта или системы, выявляемое в характере соотнесенности его элементов. Вот это и есть тот набор рабочих определений всех понятий, которые мы только что с вами видели на слайде. Итак, внимательно еще раз ознакомьтесь с этой серией рабочих определений, от которых мы с вами будем отталкиваться на протяжении всего телевизионного курса по теоретической грамматике современного английского языка. Как видите, перечисленные базовые понятия за вычетом родового таковы, что каждый из них предполагает сущностное отношение к трем другим. То есть нет системы без структурной соотнесенности элементов, нет структуры без системы элементов, характер соотнесенности которых она выражает, нет элемента без системы, структурно определенной частью которой он является. И, наконец, нет системы с определенной структурой соотнесенности элементов без выделения некоторой функции, выполняемой системой в целом через функциональное взаимодействие отдельных ее элементов. Вот язык, как вербальное средство формирования мыслей и обмена мыслями между людьми, представляет собой вот такую сложную совокупность особых знаковых единиц. И в рамках общей совокупности знаковых единиц образуются многочисленные ряды соотнесенностей, которые отражают их разнообразные связи, более или менее близкие, прямые и опосредованные, однозначные и перекрещивающиеся. Однако вот за всей этой сложностью отношений, за всей многоликостью форм и значений отдельных составляющих элементов, в суммарном объединении частных рядов элементов с их сложно переплетенными внутренними и внешними соотнесенностями, четко выявляется определяющая общая функция языковых единиц, которая состоит в выражении мыслей в ходе речевого общения. Вот эта общая функция, которая связывает языковые единицы и позволяет рассматривать язык как некоторую систему с присущими любой системе функциональными свойствами. Ну а любая система имеет свою структуру, то есть внутреннее строение, выражающееся в характере связей ее составных частей. И специфическое свойство структуры языка состоит в том, что она образует иерархию уровней, формируемых собственными типами языковых единиц, то есть фонемами, морфемами, словами, предложениями, сверхфразовыми единствами. И эти единицы находятся в распоряжении трех составных частей языка, каждая из которых оперирует своими аспектами уровней, взятых в целом. Вот указанные составные части языка, суть его фонетический строй, как вы видите на слайде, лексический строй или, иными словами, словарный состав и строй грамматический. Вот называя данные части строями, мы используем традиционный термин, который соответствует понятию системы, выше приведенной трактовки. Фонетический строй служит материальной подосновой языка, он определяет физические представления значимых языковых единиц всех уровней. А лексический строй объединяет все множество непосредственно назывных средств языка, то есть слов и стабильных словосочетаний. И, наконец, грамматический строй объединяет закономерности построения высказываний из назывных средств языка в процессе производства речи, будь то говорение или письмо, именно как воплощение мыслительной деятельности человека. И, будучи организатором построения высказываний, а через них и речи в целом, грамматический строй, собственно, и является основой системности языка. Вот это ответ на вопрос, почему грамматический строй является основой системности в языке. Теперь мы перейдем к понятию знаковость единиц языка. Вот знаковость единиц языка выявляется в том, что они служат для обозначения предметов и явлений действительности, то есть служат в достаточно широком смысле знаками предметов и явлений. Для лингвистики в целом и для теоретической грамматики, в частности, принципиально важно реальное единство формы языкового знака и его значения, которые совместно противопоставляются обозначаемому предмету в рамках обсуждаемых категорий. И здесь я хотел бы напомнить вам тот факт, что в лингвистике принято рассматривать так называемые варианты знакового треугольника, то есть знаковость единиц языка может быть графически представлена по-разному. Существуют так называемые варианты знакового треугольника, треугольника, известного по имени ученого Фрейга, который, собственно, и предложил вот эту модель описания знаковости единиц языка. Но вне зависимости от того, какой вариант знакового треугольника будет предпочтен тем или иным лингвистам, либо той или иной лингвистической школы, либо конкретно в том или ином лингвистическом исследовании, при любой интерпретации отношений его отражающие, то есть знаково-значащая часть, должна рассматриваться в качестве двусторонней сущности, вычленяющей и формальный, то есть материальный, и функциональный значимый или идеальный аспект. Ну вот при анализе значения знака необходимо обратить внимание на явление, которое особенно важно для собственной внутренней понятийной базы грамматики. Это явление состоит в расщеплении значений языкового знака в речевой цепи на обобщенный и конкретный компонент. Дело в том, что обобщенный компонент значения многократно повторяется в разных актах общения, а конкретный компонент значения приурочен лишь к данному ситуативно связанному конкретному высказыванию. И даже значение имен собственных, обозначающих отдельных людей, и единичные предметы, обнаруживает это расщепление. Вот вы со мной согласитесь, если мы обратимся к следующему примеру. Обобщенное значение имен собственного человека, например, фамилия, женское имя, мужское имя, ласкательное имя, это не то же самое, что непосредственно ситуативно связанное значение имени человека, которого мы имеем в виду в конкретной ситуации. Вот такое обобщенное значение получает особый акцент при нарицательном употреблении имени собственного. Вот как вы можете видеть на этом конкретном языковом примере. И обобщенное значение имен уникальных предметов, например, название географических или астрономических объектов, различные имена реалии, тоже четко выступает при их расширительном и фигуральном употреблении. Вот как в этом примере. Вот эти обобщенные значения вместе с обобщенными формальными признаками языковых единиц и составляют то, что строит систему языка как систему средств выражения, хранения и передачи мысли. И именно в этом понимании лингвисты говорят о языковом знаке, как о двусторонней единице, выявляющей единство языковой формы и языкового значения. И при этом языковое значение, есть еще один термин семантика, языковое значение в акте общения превращается в конкретную информацию о вещах и отношениях, передающиеся от говорящего либо пишущего к слушающему или читающему. Здесь есть еще несколько терминов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Сообщение говорящего, пишущего принято еще терминологически именовать агентом речи, либо отправителем сообщения, а слушающего либо читающего принято терминологически иногда бывает именовать рецепиентом речи, либо получателем сообщения. Итак, мы с вами только что указали на знаковый характер единиц языка. Однако признание знакового характера единиц языка не должно вести к отождествлению этих единиц со знаками в искусственных знаковых семиотических системах, либо кодах, которые применяются в различных областях деятельности человек. Например, как сигналы светофора, дорожные знаки, другие виды сигнализации. Либо формализованная запись в различных областях знания и искусства, а также языки программирования. Коренное принципиальное различие между языком и искусственной знаковой системой состоит в том, что искусственная знаковая система специально создается в качестве заместителя языка, репрезентируя его в определенной узкой сфере общения. Иначе говоря, любой искусственный язык-код связан с обозначаемыми предметами опосредованно через естественный язык, то есть через его слова и предложения. И обычный естественный язык не только лежит в основе создания любой искусственной знаковой системы, но он является тем основополагающим фактором, который постоянно поддерживает существование и использование вот этой искусственной знаковой системы. Там, где нет естественного языка, там не может быть никакой искусственной знаковой системы, который специфически замещает собой лишь отдельный его, то есть естественного языка, участок, либо отрезок. Общая система языка распадается на отдельные малые частные системы, каждая из которых членится на еще более малые подсистемы. Таким образом, общая система является макросистемой по отношению к образующим ее микросистемам частным. В более гибких терминах, в некоторых пособиях вы можете с этим столкнуться, подобные отношения описываются как отношения над систем и под систем. Таким образом, язык в целом это макросистема или всеобщая надсистема по отношению к системным рядам элементов, ее составляющим. И три основные подсистемы языка образуют его фонетический строй, как мы уже видели, лексический строй, либо словарный состав, и строй грамматический. Вот эти подсистемы, о которых мы уже говорили, настолько сложны, что о них никогда не говорят как о микросистемах. И, как правило, их мыслят в виде определенных систем, расчленяющихся на множество соответствующих подсистем или микросистем. Ну, например, в рамках фонетического строя система фонем включает гласные фонемы и согласные фонемы. Общий состав фонем есть надсистема по отношению к подсистемам гласных и согласных фонем. Система гласных, в свою очередь, членится на гласные переднего ряда, гласные заднего ряда, а гласные заднего ряда уже, в свою очередь, образуют соответствующую подсистему. В рамках же грамматического строя, являющегося наиболее сложной областью языка, ну, по сравнению, например, со строем фонетическим, общая система расчленяется на систему морфологии и систему синтаксиса, вычленяющих, соответственно, систему морфологических разбиений словарного состава с их категориально микросистемами, и систему синтаксических разбиений словесных последовательностей в разнообразных типовых рядах словосочетаний и предложений с их многочисленными системными подразделениями. Системная лингвистика и теоретическая грамматика, как ее составная часть, являются продуктом длительного исторического развития. Ранние грамматические описания языка не могли быть последовательно системными, поскольку они ни в каком явном виде не использовали понятие системы, в те времена еще не разработанные. Но вот, тем не менее, идея системности, хотя в явной форме и не сформулированная, присутствовала в различных грамматических учениях с самого начала их зарождения. И вот ранние грамматические описания языка были интуитивно, либо стихийно, как мы сейчас бы сказали, системными, так как, излагая факты познаваемого языка, они одновременно отражали их внутренний системный характер. Вот к таким грамматическим описаниям относятся описания александрийских ученых, системы греческого языка, древнедийские грамматики, описания в духе рациональных грамматик пор-рояля, это уже эпоха европейского возрождения и нового времени. Вот, будучи интуитивно системными, вот эти описания строились при полном непонимании исторического развития языка, которые связаны, естественно, с развитием народа, который этим языком пользовались. То есть они, эти ранние грамматические описания, не были научными грамматиками в полном смысле этого слова. Открытие исторического родства языков, открытие принципа исторической эволюции языков, которое было сделано в первой четверти XIX века, ознаменовало собой наступление новой эпохи научного языкознания. И в языкознании был создан специальный сравнительно-исторический метод и сравнительно-историческое изучение родственных языков стало ведущей линией деятельности языковедов вплоть до начала XX века. Но сравнительно-историческое изучение языков носило атомарный характер, и вот такой антитезой к атомарному, атомистическому подходу в языкознании явилась новая концепция языка, которая потребовала от лингвистического описания раскрытия природо-составных элементов языка в их взаимосвязях и взаимозависимостях. То есть то, о чем мы и говорим в курсе теоретической грамматики. То есть в раскрытии, в конечном счете, системного характера языка в строгом научном смысле этого слова. И вот ядром этой новой теории явилось разграничение языковых планов синхронии и диахронии, которое привело к пониманию синхронной соотнесенности элементов как фундаментального фактора существования и функционирования системы языка. И вот эта новая лингвистическая теория XX века продемонстрировала, что хотя язык непрерывно изменяется вместе с народом, который пользуется этим языком, но в каждый данный момент он представляет собой целостную систему взаимосвязанных элементов. И эта система живого языка не должна смешиваться с диахроническими, с историческими явлениями его эволюции. То есть с теми факторами, которые выявляются в ходе историко-лингвистического анализа и относятся, безусловно, к разным периодам языкового развития. Давайте с вами посмотрим на конкретном примере. История языка представляет собой последовательное изменение компонентов синхронной системы, не приводящая к отрицанию системы как таковой ни в один из моментов ее существования. Вот, например, синхронный план современного английского языка включает следующие слова, которые взяты из разных рядов лексико-грамматической соотнесенности. Вот, проследите всю эту серию. В одном из синхронных планов древнеанглийского периода соответствующие приведенным современным выглядели вот таким образом. И диахроническое соотношение можно было бы представить как пересекающие синхронические соотношения. А что касается речи как таковой, то есть речевого потока говорящего и пишущего, то она строится только из сосуществующих синхронных элементов языка. То есть, вот в данном случае древнеанглийскому предложению, построенному из приведенных слов, соответствует предложение современного английского языка. В понятии синхрония, о котором мы говорим, следует различать абсолютный и относительный аспект. Вот абсолютная синхрония раскрывается в самом определении понятия синхронии как некой оси, либо плоскости, одновременности, где связываются элементы действующей языковой системы. И находясь в понятийной области абсолютной синхронии, мы отвлекаемся тогда при исследовании языка от повторяемости языковых элементов в процессе функционирования языка и учитываем лишь сам факт их отождествления носителями языка вне зависимости от разновременности реальных актов общения, как и временной протяженности самого процесса речи образования или процесса общения. А когда мы обращаемся к разновременности как реальности, вне которой язык существовать не может, то нам тогда придется говорить и об относительной синхронии, то есть о языковой синхронии, имеющей протяженность во времени. Для того, чтобы составить себе ясное представление об относительной синхронии следует иметь в виду, что синхронное отношение в системе связывает существенно различные элементы языка, иначе бы между ними не могли бы устанавливаться какие-либо отношения. И вот эти разные элементы языка могут находиться как в составе одной микросистемы, так и в составе разных микросистем. Вот, например, английские неопределенные и длительные формы глагола являются абсолютно синхронными, сосуществуя в действующей грамматической системе английского языка. Но между неопределенными формами глагола, ну скажем, в тексте произведений Оскара Уайлда, это конец XIX века, и длительными формами глагола, например, в тексте произведений Моники Диккенс, это современность, тоже можно установить некоторое синхронное соответствие в лингвистическом смысле. То есть речь идет о том, что формы, эти формы являются относительно синхронными величинами, потому что их грамматические свойства, которые обнаруживаются порознь в разных частных языковых системах, ну в данном случае, если мы говорим об Оскаре Уайлде и Монике Диккенс, о стилях автора, либо есть еще один термин и диалектах, то эти формы, обнаруживаемые, повторюсь, порознь в частных языковых системах, повторяются в единой системе языка английского народа в течение всего периода времени, который разделяет творчество этих двух авторов. Вот эти величины лингвистически синхронны настолько, насколько тождественными в обоих разновременных текстах оказываются, соответственно, неопределенные формы глагола и длительные формы глагола. И при этом речь идет не только о внешнем оформлении сопоставляемых величин, сколько о их полном функциональном статусе. Вот схематически эту взаимозависимость можно продемонстрировать вот на этой схеме. Относительно синхронные элементы здесь связаны диагональным отношением. И здесь можно видеть, что идея относительной синхронии по существу лежит в основе понятия синхронный срез языка, который применяется в современных историко- лингвистических, теоретических исследованиях. Вот таким образом относительная синхрония выявляется в соотношении элементов письменных текстов, ну а в современную эпоху и звуковых записей речи, относящихся к разным этапам существования языка, но обнаруживающих при этом тождество формы и функции в пределах соответствующих микросистем. Для разных групп элементов периоды относительной синхронии безусловно различны. Вот в словарном составе языка исторические изменения совершаются наиболее быстро, поскольку лексика прямо и непосредственно отражает материальное и общественное развитие этноса. А микросистемы грамматического строя, например, меняются гораздо медленнее, потому что грамматика лишь опосредованно связана с эволюцией общества. Вот, например, основные черты категориального статуса, падежных форм современного английского языка, существительного и местоимения, установились в течение среднего периода истории английского языка. И к концу этого периода стабилизировались главные категориальные признаки современных глагольных форм перфекта. Например, тогда как глагольная категориальная подсистема длительности приняла современный вид тремя или даже четырьмя столетиями позднее. И именно различия в протяженности периодов относительной синхронии разных элементов и микросистем языка служат фактором непрерывности и постепенности его исторического развития. Потому что в каждый данный период истории, ограниченный рамками абсолютного астрономического времени, некоторые элементы языка меняются, переходя в языковую диахронию. А другие в своих категориальных и функциональных подсистемах остаются неизменными, ну, то есть, соответственно, тождественными самим себе и относительно синхронными друг к другу. Историко-языковой процесс не может иметь внезапных глобальных переломов в силу самого назначения языка служить средством общения людей. И вот это обсуждение, которое мы провели, обсуждение различий между языковой синхронией и диахронией, вот оно и оказывается принципиальной предпосылкой для формулирования системности как концептуальной характеристики языка. Ну, поскольку мы с вами заговорили о том, каким образом можно подходить к описанию языка, то, естественно, мы должны будем сейчас с вами и остановиться, пожалуй, на двух наиболее распространенных в англоязычной традиции, особенно в типах грамматического описания языка. И мы остановимся на так называемой генеративной лингвистике и на функциональной грамматике. Я вам вкратце поясню, что скрывается, что стоит за этими терминами. То есть, какие традиции в настоящий момент, особенно в конце прошлого и в начале нынешнего века, какие традиции наиболее стабильно присутствуют в грамматическом описании языка. Естественно, речь пойдет, как вы понимаете, о английском языке. Итак, генеративная лингвистика – это одна из ветвей формального направления в лингвистике, которая возникла под влиянием идей Наума Хомского в 60-е годы XX века. И основывалась эта ветвь на описании языка в виде формальных моделей определенного типа. Исходным и базовым для генеративной лингвистики типом формальных моделей являются так называемые трансформационные порождающие грамматики, но иногда сокращенно их называют трансформационными грамматиками или порождающими грамматики. Эта теория возникла в Соединенных Штатах как реакция на дескриптивный подход к языку и на дескриптивный метод, либо даже целый аппарат синтаксического анализа предложения по непосредственным составляющим. И по своему значению эта методика вышла за пределы национальной лингвистической школы, собственно, американской. Генеративная лингвистика выдвигает несколько принципиальных, фундаментальных идей. Ну, во-первых, предлагается четко различать компетенцию либо знания языка и употребления языка носителем, то есть использование языка в речевой деятельности. И трансформационная порождающая грамматика описывает, прежде всего, компетенцию говорящего. Структура этой грамматики имеет три основных компонента, а именно синтаксический, семантический и фонологический, из которых главным, центральным является компонент синтаксический, а семантика и фонология выполняют по отношению к синтаксису интерпретирующую функцию. Вот сейчас на схеме вы увидите устройство трансформационной порождающей грамматики. В трансформационной порождающей грамматике вводятся два уровня синтаксического представления, так называемый глубинный и поверхностный. И задача синтаксического описания является исчисление всех глубинных и поверхностных структур, а также установление между ними строгого соответствия. синтаксис при этом содержит базовые и трансформационные субкомпоненты, и под базой понимается система элементарных правил, предположительно она близка для разных языков, и на этой базе исчисляется ограниченное множество глубинных структур, либо так называемых прототипов предложений. Помимо базы существует система правил трансформации, и правила базы применяются рекурсивно, то есть задача состоит в том, чтобы получить цепочку терминальных символов с их структурной характеристикой, которая представлена в виде так называемого размеченного дерева непосредственных составляющих. иначе вместо дерева может применяться и размеченная скобочная запись. генеративная лингвистика получила широкое развитие как в Соединенных Штатах, так и за их пределами начиная с 60-х годов 20-го века. Она повысила требования к эксплицитности лингвистического описания, которое задавалось уже в форме исчисления. И она привлекла внимание лингвистов тем, особенно грамматистов, что давало возможность описывать ненаблюдаемые объекты синтаксиса. Это был небольшой комментарий к тому, что представляет из себя генеративная лингвистика в качестве одного из типов грамматического описания языка. Ну и еще одна актуальная ветвь, еще одно актуальное направление в современной теоретической грамматике – это так называемая грамматика функциональная. Вот функциональная грамматика – это разновидность грамматического описания языка, имеющая объектом изучения функции единиц строя языка и закономерности их функционирования. Грамматика этого типа рассматривает в единой системе средства, относящиеся к разным языковым уровням, но объединенные на основе общности их семантических функций. То есть при описании языкового материала используется направление от функции к средствам как основное определяющее построение грамматики в сочетании с направлением от средств к функциям. Предметом функциональной грамматики выступает грамматический строй языка в системе его функций, в его функционировании при взаимодействии с элементами окружающей среды. Спецификой функциональной грамматики является то, что она преимущественно, описание, которое делается в рамках функциональной грамматики, преимущественно направлено на раскрытие закономерностей взаимодействия грамматических единиц лексики и контекста, а также система функционирования языковых средств, которые служат для передачи смысла высказывания. И принцип единства грамматики, в частности, единства ее системно-структурного и функционального аспектов определяет место функциональной грамматики в общей системе грамматических описаний, которые представлены в современной лингвистической традиции. Функциональная грамматика включает в общую функциональную модель языка, и функция языковых средств понимается как свойственная им языковой системе способность к выполнению определенного назначения и к соответствующему функционированию в речи. И вместе с тем, функция понимается как результат функционирования, то есть вот это реализованное назначение, это достигнутая в речи цель. При этом на разных этапах анализа единства вот этого средства и функции, анализ может осуществляться разнонаправленно, либо от функций к средствам, либо от средств к функции. Вот возможен такой двусторонний подход. И это связано с тем, с чего мы, собственно, начали сегодняшнюю нашу телевизионную лекцию, с феномена двусторонности языкового знака. То есть, таким образом, терминологически мы подходим к возможности ввести два термина – подход семосеологический и подход аномосеологический. То есть, эти подходы при описании грамматического строя языка, собственно, и сводятся к тому, идёт ли описание и интерпретация полученного языкового материала от средства к функции или, наоборот, от функции к средству. Вот это то, на что я хотел бы обратить ваше внимание при рассмотрении того, что обозначено в курсе теоретической грамматики как типа грамматического описания языка. Теперь несколько установочных моментов касательно терминов синтагматические и парадигматические отношения. Поскольку мы уже с вами имеем представление о системности и структурности языка, то здесь можно уже говорить о том, что элементы языка находятся друг с другом в двух типах отношений, то есть в синтагматических и парадигматических. синтагматические отношения под этим термином понимаются непосредственные отношения элементов в сегментной последовательности, то есть в цепочке. Обычно они мыслятся как линейные отношения. Это вот комментарий к тому примеру языковому, который вы сейчас видите на слайде. Значит, они мыслятся как линейные отношения, поскольку звуковые сегменты речи имеют протяженность во времени. И вот в этом предложении, как вы видите, соединены синтагматические слова и группы слов. Морфемы внутри слова тоже соединяются синтагматически. Соединение двух слов или сочетаний слов, одно из которых определяет другое, называется синтагмой. И среди соединений знаменательных слов выделяются четыре основных типа синтагма. Предикативное, то есть сочетание подлежащего со сказуемым, объективное сочетание глагола с дополнением, атрибутивное сочетание существительного с определением и адвербиальное, то есть сочетание глагола с обстоятельством прилагательного или наречия со знаменательным модификатором. В качестве примера еще я позволю себе привести представленную на этом слайде. так называемые предикативные синтагмы. Обратите внимание также на то, что знаменательным синтагмам противопостоят синтагматические сочетания, которые образованы соединением знаменательных слов со служебными. Их иногда еще называют формативными синтагмами. Вот примеры формативных синтагм представлены сейчас у вас на экране. Напомню, что это синтагматические сочетания, образованные соединением знаменательных слов со служебными. Следует помнить также, что внутренний состав слова также организуется синтагматически, образуя так называемые внутренние синтагмы. И внутренние синтагмы представлены объединением основ в сложных словах, объединениями корней со словообразовательными аффиксами. Могут быть представлены объединениями основ с грамматическими аффиксами. Вот все возможные варианты исчислены и представлены на примерах в этом слайде. Могут быть представлены объединения. И, собственно, в языковой цепочке, выявляющей последовательные зависимости, примыкающих друг к другу компонентов, синтагмы семантически упорядовываются таким образом, что синтагматические объединения отдельных слов образуют, в свою очередь, более широкие синтагматические объединения следующего ранга. Вот как вы видите на этом слайде. И обобщенное представление синтагматических отношений, элементов в подобных синтаксических конструкциях удобно передается схемой так называемых непосредственных составляющих. То есть, обращаю ваше внимание на то, что в англоязычной лингвистической традиции, начиная с 60-х годов XX века, наибольшее распространение получил подход так называемой генеративной лингвистики. Поэтому в большинстве монографий именно использование этого подхода и будет определять поиски современных англоязычных грамматистов в рамках теоретических грамматических штудий. Итак, возвращаясь к нашим схемам на слайдах, я поясню, что здесь конструкция расчленяется на максимальные составляющие на разных уровнях семантической обобщенности. И при этом, изображая синтагматическое членение конструкции в виде последовательных, все более конкретных делений, как вы видите здесь, иначе говоря, делений либо ветвлений, еще есть такой термин категориальных элементов. То есть, вот это деление начинается от единой категории, которая репрезентирует конструкцию в целом, и далее схема наглядно представляет иерархический характер строя конструкции. Вот такую схему называют деревом непосредственных составляющих. Аналогичная иерархия синтагм может быть показана и в рамках предложения, как простого, так и сложного, как вы сейчас видите на слайде. Но при этом синтагматические отношения в языковых цепочках могут быть показаны и иным способом. Вот так непосредственные модификационные связи слов хорошо отображаются на разного рода схемах зависимостей, либо схемах доминаций. Вот в данном конкретном случае представлены синтагматические структуры субстантивного сочетания на одной из схем в словесной строке и в символах категорий. То есть вот на рисунке в шестом вы видите представление в словесной строке, а на седьмой в символах категорий, расположенных на разных доминационных уровнях. Ну вот таким синтагматическим отношениям элементов языка противопоставляются принципиально другие отношения, а именно отношения, складывающиеся между ними в языковой системе вне тех цепочек, в которые они совместно встречаются. И различные внутрисистемные связи в зависимости от тех или иных единиц, которые в эти связи вступают, находят выражение в том, что каждая языковая единица включается одновременно во множество рядов, соотнесенные по разным формальным и функциональным свойствам. И поскольку мы уже знаем, что информация, которая взята в том или ином семантическом плане, может быть определена именно за счет передаваемых языковыми элементами в акте речевого общения, то естественно, что в рамках семантической интерпретации появляется понятие информации и те компонентные значения, которые являются постоянной принадлежностью парадигматической системы, сами по себе не могут рассматриваться как информацией. Вот назначение языка, собственно, и состоит в том, чтобы не просто информировать о чем-то, а состоит в том, чтобы служить средством формирования и передачи информации. Вот отсюда и принято строго различать парадигматическую семантику и речевую информацию, которая передается элементами языка с помощью своей собственной семантики. Элементы, которые передают информацию, находятся в соответствии с некоторой коммуникативной задачей высказывания. И вот этот пример, который вы имели возможность сейчас прочитать на слайде, он, собственно, и адресован термином полнодублетным либо частично дублетным. Вот этот фрагмент является примером полного информативного дублирования за счет речевых повторов. Близким к полному повторительному дублированию является и структурно-вариативная разновидность полного дублирования, при которой повторение сопровождается некоторой модификацией структуры. А вот еще один пример полных информативных дублетов, который встречается в так называемых перефразах-переназываниях. И еще один пример. Рассмотрение таких информативных дублирования показывает, что полное дублирование подразделяется на два типа по принципу отношения к объему непосредственно повторяемой информации. Оно может быть равнообъемным и, кроме того, сжимающим. Вот у вас на слайде это примеры сжимающего дублирования, которые дают так называемые однословные субституты, коррелятами которых служат различные развернутые словесные объединения. Вот как в этом примере, который вы видите на слайде. Подводя итог сказанному, здесь необходимо понять следующее. Дело в том, что анализ всего семантического состава высказываний, вот так, как мы это могли посмотреть на конкретных примерах, анализ отношения всего семантического состава к его информативно необходимому составу и позволяет характеризовать высказывания и его части в семантических терминах информативной достаточности, избыточности или недостаточности. Вот дело в том, что высказывание признается оптимально достаточным в информативном смысле, если оно адекватным образом строится только из информативно необходимых элементов. А высказывание признается избыточным, если по мере развития речи в его составе выявляются полнодублетные элементы. И важно подчеркнуть, что семантическое понятие избыточности, как и понятие достаточности, имеет лингвистический смысл для высказываний, которые имеют определенные коммуникативные задачи. Вот мы сейчас рассматривали примеры, которые имеют отношение к информативной ценности языковых элементов в синтагматике высказывания. Но вот то же самое можно в несколько преобразованном виде применить и к характеристике парадигматической системы языка. Вот этот большой пример, я его вам сейчас прокомментирую, а вы внимательно проследите, пожалуйста, за комментарием к отдельным частям этого примера. Вот здесь опять-таки речь пойдет о контексте ассоциативной дублетности, но уже как бы применительно к парадигматическим отношениям в языке. Так вот, с явлением вот такой контекстно-ассоциативной дублетностью мы сталкиваемся при нейтрализации грамматических оппозиций. Вот в первом случае, как вы видите, речь идет об объединяющем значении в определенной ситуации. Во втором об объединяющем значении он тоже придет. В третьем случае это объединяющие значения следует ли мне уйти. В четвертом объединяющие значения работа выполнена и так далее. И вот при существующей изученности грамматического строя английского языка не требуется особых текстовых доказательств того, что все грамматические элементы, включенные в иллюстрации контекстно-ассоциативной дублетности, глагольные формы неопределенные, длительные, перфектные, активные и пассивные конструкции, и так далее, вот они характеризуются в системе такими значениями, которые четко противопоставляют их друг другу по разным функциональным признакам грамматической парадигмы. И вот такой подход к языковой системе с указанными семантическими критериями. Он, безусловно, расходится с оценкой системы в различительно информационном аспекте. И в связи с этим не представляется рациональным характеризовать языковую систему в целом, как избыточную. То есть основным свойством, отличающим язык от других знаковых систем, будет признана его оптимальная парадигматическая достаточность. И это устанавливается соответствующим анализом различных микросистем языка, вот как мы только что с вами это видели на целой серии конкретных языковых примерах. И вот когда мы говорим о различных микросистемах языках, естественно, мы в первую очередь в теоретической грамматике обращаемся к морфологическому и синтаксическому ряду. Именно в этих рядах полная функциональная дублетность и недостаточность выступает как некие случайные оказиональные явления, которые возникают в качестве побочного продукта эволюции языка. И вот рассматривая все это в семантических терминах, здесь, собственно, и можно говорить тогда о проблеме языковой экономии, интерес которой в рамках теоретической грамматики постоянно возрастает, особенно в последние годы. Дело в том, что постулируемая экономность языка, оцениваемая с данных семантических позиций, не должна пониматься как простая возможность передачи того же самого содержания меньшим количеством языковых средств. Вот опять-таки, как мы видели на всех предложенных только что конкретных языковых примерах, понимание экономии скорее указывает на то, что в языке имеется большое количество полнодублетных групп, которые состоят, соответственно, либо из экономных, либо неэкономных форм. И вот таким по существу и выступает язык в описаниях с точки зрения теории экономии в языке. И вот с точки зрения этой теории, с точки зрения этого подхода, наличие в парадигматической системе неэкономных и экономных форм, оно служит для выражения совершенно идентичной семантики. И вот подлинную экономность языка и следует видеть не в наличии экономных аналогов избыточных форм, а в постоянно действующей тенденции языка к реализации оптимальной достаточности, что является следствием общественной сущности языка и находит непосредственное выявление в историко-языковых процессах устранения избыточности и недостаточности парадигматических рядах. И, наконец, последнее, о чем мы должны будем поговорить в текущей телевизионной лекции, это принципы грамматической классификации слов. Здесь обсуждение этого вопроса и вообще изучение этого вопроса в будущем при самостоятельной работе следует всегда начинать с того, что словарный состав в зависимости от различных формальных и семантических свойств слов разделяется на группы или классы слов. И такое деление может отображаться либо на словарном составе в целом, либо на его части. И чтобы отразить эти характеристики группировки лексем терминологически, в общих рамках разбиения множества лексем следует различать объемную иерархию под отношений и над отношений. Вот таким образом класс слов, то есть лексический класс, будет определен как совокупность слов, выделенное по таким признакам, которые являются существенными с точки зрения организации словарного состава языка в целом. А это значит, что основание, по которому выделяется класс, потенциально разбивает весь словарный класс на соотносительные классы. Хотя фактического осуществления данного деления по одному признаку и не всегда требуется. По морфемно-количественному признаку можно выделить и описать один единственный класс одноморфемных слов. Причем потенциально ему будут противостоять классы двуморфемных, трехморфемных и более морфемных слов. И специально заданными определениями на самом деле можно будет противопоставить классу одноморфемных слов классы многоморфемных слов, взятых в разных количественных комбинациях морфем-компонентов. Ну, например, классы слов двуморфемных, трехморфемных и более чем трехморфемных. Подкласс слов, лексический подкласс, в отличие от класса, следует определять тогда логики нашего с вами подхода как совокупность слов, выделенную по заданным признакам внутри класса слов. И по содержанию термина понятие лексического подкласса запрещает его составляющим пересекать границы класса. И поскольку собственное основание, по которому выделяется подкласс, не отображается на организации словарного состава в целом, поскольку отдельные крупные группы слов, выделяемые безотносительно к членению лексики в целом, могут называться подклассами. Ну, например, подкласс слов умственной деятельности, подкласс слов эмоционального состояния, подкласс слов с отрицательной приставкой и так далее. Вот эту серию можно продолжить. А надкласс, напротив, это совокупность слов, выделенные по определенным признакам, объединяющим классы. Либо целиком без пересечения, либо с пересечением в различных комбинациях. Вот основными типами классов слов, выделяемых в современных описаниях языка совершенно разного назначения, являются грамматические классы, словообразовательные классы, этимологические классы, классы семантические и классы стилистические. И вот классная терминология при этом может и отсутствовать, но, например, этимологические и стилистические классы и подклассы слов принято называть слоями, а семантико-тематические классы, соответственно, группами. Но общий методологический подход вот такого классного разбиения, классификации слов по группам, безусловно, присутствует во всех случаях. Но никакая, вот об этом следует тоже помнить, что никакая семантическая, стилистическая и иная неграмматическая классификация словарного состава не может быть адекватной своему назначению вне грамматического упорядочения материала. И вот даже на самом предварительном этапе раскладки слова делятся, например, на предметные и признаковые. Но эти характеристики сразу же вступают тогда во взаимодействие с категориальными значениями слов, требуя их грамматической обработки. Вот давайте посмотрим с вами на конкретном примере. Здесь можно сравнить слова с предметной базовой семантикой, обозначающей процесс, и слова с процессной базовой семантикой, обозначающей предмет. И не случайно, что теоретическое познание языка, описание языка в истории науки, науке о языке, началось именно с попыток распределения слов по грамматическим классам, которые традиционно получили название части речи. Продолжение следует... Итак, если исходить вот из вышеприведенного определения класса слов, то часть речи мы можем определить как отдельный класс слов, выделенный по грамматически существенным свойствам и непосредственно соотнесенный с другими классами в разбиении словарного состава на общих основаниях. И вот термин часть речи следует принять, безусловно, как условное, но прочно устоявшееся имя, давно уже утратившую мотивационную связь с обозначаемым явлением. Вот термин часть речи возник в древнегреческой грамматике, которая в явной форме еще не вычленила понятие предложения в собственно лингвистическом смысле, не отделила его от общего понятия речи, ну и, следовательно, не проводила строгой разницы между словом как единицей лексикона и словом как элементом предложений. Для того, чтобы вывести суждения и об общем понятии части речи и о типе классификации, которого требует часть речи конкретных языков, например, английского языка, следует понимать, что слова являются достаточно сложными объектами той области действительности, которая создана самим человеком в процессе его общественного и умственного развития. И это не простые конструкты, которые производятся единовременным актом индивидуального творчества, и не предметы вне человеческой природы с их чисто физическими свойствами. А в обобщающей классификации, каковой является, опять-таки, классификация грамматическая, слова это элементы особой двусторонней идеально-материальной природы. То есть они не должны по самой своей сути группироваться на простом логическом основании. Вот в противном случае, вот этот случай, в общем, как сейчас покажут, я вам покажу на конкретных примерах, не так уж трудно реализовать. Дело в том, что подобная классификация тогда будет начисто лишена опознавательной силы с точки зрения стоящих перед ней задач. Оценивая современное распределение слов по частям речи, которая выполнена на основе развития вот этой традиционной классификации, следует четко представлять себе, что здесь важны в первую очередь фундаментальные принципы выделения классов и рубрикации слов, и лишь во вторую очередь укропнения или дробления тех или иных лексических групп и пересмотр категориальных и субкатегориальных признаков отдельных слов. Вот сама идея субкатегоризации или подклассовой группировки слов как необходимого этапа в общем распределении слов по частям речи с очевидностью свидетельствует об объективном характере такого анализа. Ну вот обещанный пример предлоги и союзы могут быть объединены, например, в один обобщающий класс коннекторов, поскольку функциональное назначение и тех, и других состоит именно в соединении или коннекции знаменательных членов предложения. И в таком случае на втором этапе классификации укропненный класс коннекторов будет подлежать расчленению на два главных подкласса, а именно подкласс предложенных коннекторов и подкласс союзных коннекторов. И подобным же образом артикли могут быть включены на правах малого подкласса в укропненный класс уточняющих уточнительных частиц. И, например, существительные, прилагательные и числительные иногда рассматриваются под единой терминологической рубрикой имена. Например, в некоторых монографиях вы можете столкнуться с тем, что они как отдельные части речи вообще не различаются, потому что имеют одни и те же формы морфологического изменения. Ну а с другой стороны, в различных грамматических описаниях языка отдельный классовый статус может предоставляться таким узким набором слов, как, например, слова утверждения и отрицания, или местоименные определители существительного. Причем и в этом случае характеристика выделяемых единиц по собственным грамматическим свойствам не терпит какого-то существенного ущерба. В современной теоретической грамматике классы слов, грамматические классы слов или так называемые части речи выделяются по нескольким, либо только по одной группе признаков. И эти два принципа можно назвать, соответственно, полидифференциальными или монодифференциальными. Вот в соответствии с полидифференциальным принципом части речи выделяются по совокупности трех фундаментальных критериев, например, семантического, формального и функционального. Вот семантические критерии просто в качестве примера предполагает оценку абстрактной семантики слова, объединяющей эти слова в словесные совокупности, которые в содержательном плане противопоставлены друг другу с наибольшей степенью очевидности. Вот такая семантика устанавливается на основе двух аспектов сопоставления. С одной стороны, внеязыкового или денотативного, а с другой стороны, внутриязыкового или формально-релятивного. Вот в денотативном аспекте слова сопоставляются непосредственно с элементами действительности, а в формально-релативном аспекте семантика слова оценивается под углом зрения интегративных признаков его морфемного состава. И тем самым классообразующая семантика, отражая элементы субстанции мира, то есть элементы реальности, которые даны человеку в ощущении, получает лимитирующее определение в виде категориально-семантического признака, типичного для каждого из выделяемых совокупностей. Что касается, например, семантики знаменательного слова, то здесь обычно проводится принципиальное различие между значениями обычного, обыденного использования и значениями профессионального, ну, например, терминологического в научных работах использования. И обычные значения отвечают наглядным представлениям концептов, которые лежат, находятся за словами названий. И эти значения сами по себе не являются, они не могут являться сколь-нибудь полным отражением соответствующих понятий. И понятия отражаются лишь в суждениях о предметах мысли, а значения слов служат языковым средством построения суждений, и, следовательно, образования понятия. Что касается формального критерия классового распределения слов, то формальный критерий предполагает выделение таких элементов в строении слов, которые повторяются в достаточно обширных совокупностях и являются их типичными приметами, и разграничивают их от иных подклассов. То есть они обладают некими индексами, которые позволяют их по классам ограничивать друг от друга. Существует, помимо этого, и функциональный критерий. Это вот тот критерий, который мы описали при разборе такого типа грамматического описания языка, как функциональная грамма. И вот в результате совокупного применения трех критериев такой классовой идентификации слов, то есть семантического, формального и функционального, все слова языка могут быть разнесены по рубрикам знаменательных и служебных частей речи с различными подклассовыми характеристиками. И основными знаменательными частями речи в английском языке обычно признаются в традиционном перечислении существительное, прилагательное, числительное, местоимение, глагол и наречие. А основными служебными частями речи соответственно артикль, предлог, союз, частица, модальное слово и междометие. Вот за счет перераспределения классов и подклассов к знаменательным частям речи иногда добавляется статив или категория состояния, а междометие может переводиться из служебных частей речи в знаменательные, ну а к служебным могут добавляться глаголы связки и слова утверждения и отрицания. Возможно и другие перераспределения, которые большей частью укладываются в компенсирующие соотношения вот таких надразбиений и подразбиений и рационально дополняются данными о полевых свойствах лексики. В дальнейшем в ходе телевизионных лекций по курсу теоретической грамматики английского языка нам предстоит подробно основываясь вот именно на такой классификации, именно на такой грамматической классификации слов и подвергнуть детальному рассмотрению и анализу основные знаменательные и служебные части речи современного английского языка. Это вот одна из основных задач, который стоит перед теоретической грамматикой как разделом науки о языке. На этом наша с вами очередная телевизионная лекция по курсу теоретическая грамматика современного английского языка подошла к концу. Я хотел бы напомнить вам, что при самостоятельной работе по тем источникам, которые я, как всегда, предъявлю в конце лекции, вот в ходе самостоятельной работы вам следует обратить особое внимание именно на то, как синтагматика и парадигматика работают на уровне языка, уточнить типы грамматических описаний языка и уточнить принципы грамматической классификации слов. И в этом вам поможет вот та самая дополнительная литература, которую я, как всегда, вам и предъявлю в конце нашей лекции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok